приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о магии слова поговорим о слове здравствуйте мы все приветствуем друг друга и не думаем о том что это слово имеет очень важное значение для каждого человека давайте вместе с вами разбираться в каких случаях можно говорить здравствуйте а в каких случаях от него нужно уходить иначе вы таким образом можете привлечь неприятности беды и проблемы в свою жизнь вы знаете магическая и энергетическая сила слова известно еще с давних времен и наши предки тщательно подбирали слова которые произносили вслух от людей в те времена нельзя было услышать какие-то нецензурные слова потому что они знали что одно из таких слов способна разрушить их жизнь наполнить ее проблемами и неприятностями порой и бедами поэтому боялись этого и тщательно подбирали все слова что произносили вслух в наши же с вами современное время многие люди порой начиная от школьника и заканчивая взрослым сознательным человеком употребляет матерные нецензурные слова считаю что возможно так показывает это их нею брутальность с какой-то стороны возможно крутость помогает выделиться среди всех остальных людей вот такая вот манера разговора возможно и не останется незамеченной но красиво это или же способна притянуть что-то положительное однозначно нет такими словами тот кто их произносит сознательно разрушает свою жизнь притягивая ненужные энергии и перекрывая доступ для сильных и светлых энергий которые могли бы привлечь интересный новый жизненный этап но этого не происходит так как путь выбран неправильный слова которые проговариваются должны нести в себе только положительный смысл чтобы помогать справляться с различными проблемами делать биополе сильным неподвластным влиянию со стороны с помощью слов человек должен уметь доносить свою мысль точку зрения без скандалов грубости а если пока так не получается значит этому нужно учиться развиваясь постоянно в таком направлении каждое слово состоит она из нескольких букв или же большого количества содержит в себе свою определенную вибрацию и когда его произносят тот или иной человек вместе с тембром его голоса интонацией она создает собственную и особенную вибрацию которая в такой момент притягивают те или иные энергии а вместе с ними положительные или отрицательные события поэтому так важно все делать правильно ведь когда во время разговора проговариваются хорошие слова это не трудно но влияние они оказываются он оказывают на жизнь того кто их проговаривает или на жизнь того кому они относятся и превосходно это способны не только наполнять жизнь счастливыми событиями помочь выйти на новый жизненный этап но и привлечь потоки всевозможных положительных энергий такие как успех благополучие любовь изобилия и конечно же денежная энергия здесь не будет исключением если сравнить манеру разговора богатых и успешных людей с людьми которые зашли в тупик переступили границу бедности совершили необдуманный поступок который разрушил их жизнь то не придется прикладывать много усилий чтобы увидеть что манера разговора совсем разная первая категория людей произносит слова которые излучают уверенность и в их действиям завтрашнем дне они разговаривают как правило не спеша и кажется что они выговаривают по отдельности каждое слово от них не звучат какие-то ругательства нецензурные слова почему да потому что они знают что все это притягивает ненужные энергии в их жизнь которые могут лишить их того что они имеют от таких людей не услышишь и слова паразиты и такие же слова читания которым такие относятся к ну вот как бы так скажи мне и я скажу тебе короче и так далее почему потому что они знают что они способны блокировать энергетические каналы из-за чего будут образовываться энергетический застой не будут употреблять и слова в которых есть частичка не так как она способна указывать на сомнение на то что данный человек не знает на что способен и не готов идти к своей мечте несмотря ни на что а как могут высшие силы вселенная или нужной энергии приходить на помощь когда человек сознательно от этого отказывается или не понимая для чему ему это все нужно такие люди много читают учат новые слова постепенно вводят и в свой разговор проговаривают то что делает их сильнее мудрее да это не просто и требует много сил и энергетических затрат но благодаря тому что они не ленивы все получается самым наилучшим образом но вот люди из второй категории все делают в точности наоборот они не знают что многое зависит от них что они с помощью слов способны изменить свою жизнь только в лучшем направлении так как они в большинстве случаев ленивые тратят свои энергии не на то что следовало бы не следят за тем что проговаривают считая слова чем-то обыденным созданным просто для того чтобы высказать свою мысль или же для того чтобы объяснить кому то что они о нем думают но не стоит недооценивать слова потому что они обладают сильной энергетикой и способны как притягивать к человеку негативные события таки помогать ему справляться с неприятностями и проблемами они могут сбить с ног даже самого уверенного в себе человека заставить задуматься о жизни того кто считает себя полным скептиком и помочь подняться тому кто считает что у него это уже никогда не получится заставив поверить в свои силы и в свои способности поэтому научитесь использовать слова себе во благо и вы увидите как ваша жизнь изменится в лучшую сторону сколько всего хорошего и интересного в ней начнет происходить вы удивитесь но слова способны оказывать влияние и на здоровье поэтому все что подчеркивает какое-то заболевание жалоб стоит избегать это касается и выражений которые по нашему мнению говорятся чтобы описать какую-то ситуацию или же действия данного человека но например ты глухой что ли и это когда мы что-то рассказываем а человек кому мы это говорим переспрашивает о чем-то в такой момент проговариваете слова мы не задумываемся что скоро они принесут проблемы связанные со слухом или болезнью уха или же ты мне надоел до глубины души ну-ка ну казалось бы ну сказали вы такие вот эмоции а нет же вы притянули душевные проблемы и как следствие депрессию или вот еще одно часто употребляемое выражение всю кровь выпил ты мне или всю кровь и они мне выпили конечно же следом придет анемия или еще что-то поэтому не рискуйте говорите всегда более конкретно чтобы выражала вашу мысль но не было связано со здоровьем проблемами внешностью или же еще какой-то определенной сферой жизни не стоит забывать и о том что с помощью неправильно сказанного слова можно человека ранее так что он никогда не придет в себя конечно же это не в буквальном смысле слова на сказанные слова будут ранить его душу постоянно он будет то и дело прокручивать это все в голове и притягивать потоки разрушительных энергий в свою жизнь что испортит ее а может и вовсе лишить данного человека жизни с помощью слов можно притянуть к себе и в человеку и злую сущность если вы будете проговаривать такие как слова как черт какого черта без с ним и так далее то вместе с приходом такой сущности уйдут все жизненные силы которыми она будет подпитываться пока не отберет все полностью слова можно разозлить вывести из равновесия можно и наоборот успокоить как человека так и животное призвав помощь нужная энергия слова обладают настолько особенной сильной энергетикой что способны влиять не только на жизни людей но и на все что есть природе можно например заговорить воду огонь при применении их энергетической силы получится наполнить свою жизнь чем-то положительным так например если вам нужна энергетическая сила в течение дня так как день например должен быть у вас тяжелым много работы общение с большим количеством людей или же например подписание контрактов сделок возможно разработка какого-то проекта или еще что-то то проснувшись утром возьмите бутылку наберите в нее проточную водичку за три раза для этого поделите мысль на ее на три части на каждую их часть проговаривайте такие слова первую часть бутылки наливаю мудрости успех привлекаю воды глоток отопью все дела как нужно мне завершу далее вторую часть наливаете бутылку и говорите следующие слова вторую часть бутылки наливаю сильные энергии получаю будут мне помогать на путь правильный направлять и биополе укреплять и когда будете наливать третью часть бутылку скажите следующие слова третью часть бутылки наливаю, силу воды получаю, здоровье будет крепкое, а негативные энергии покинут тело мое. Это поможет вам набираться силой бодрости на весь день. Пейте на протяжении всего дня данную водичку, но никому не давайте ее даже поддержать. Не стоит забывать, что вода способна притягивать энергии, которые ее окружают. Поэтому, если она попадет в руки к человеку с негативной энергией, данная энергия тоже вместе с этой водой попадет к вам, чем привлечет нежелаемый результат. Используйте этот старинный совет себе во благо и добивайтесь его помощью и с помощью слов любых успехов во всех своих делах. Каждое утро, проснувшись, давайте себе установку с помощью слов на весь день. Например, я успешная, с каждым новым днем я более мудра, я все смогу, что только захочу, я счастлива, я красива, я неповторима, я богата. И вы знаете, это притянет к вам потоки сильных и положительных энергий, наполнит вас уверенностью, сделает вас сильнее, эмоционально стабильнее. Даже если у вас еще этого нет, обязательно появится. Вы можете проговаривать и то, что желаете осуществить на протяжении недели. Делать это нужно начинать в понедельник. Например, на этой неделе я обязательно куплю новое платье. К концу недели оно в вас будет, так как вы не только приложите все усилия к этому, но и в вашу голову придут мысли, идеи, которые помогут это сделать с легкостью, что вас очень сильно порадует. Если что-то вы очень хотите, но пока не знаете, как этого добиться, визуализируйте и при этом проговаривайте слова, вроде у вас уже это есть, произошло. И вы знаете, результат превзойдет все ваши ожидания. Но не забываем о том, что каждый день мы с вами здороваемся друг с другом. И каждый день мы проговариваем такое слово приветствия, как здравствуйте. И считаем его обыденным и даже не задумываемся о том, что на самом деле это слово более значимое и энергетически сильное, чем может показаться с первого взгляда на него. Это слово несет в себе пожелание здоровья тому, кому вы его проговариваете и соответственно вам, так как мы способны притягивать все то, что мы излучаем. И в данном случае мы с вами излучаем добро. Желая кому-то здоровья, значит все это придет и в нашу жизнь. Это слово можно отнести к словам из разряда заклятий, так как оно воздействует на энергетическом уровне на человека, который даже об этом не подозревает. Заклятие, как мы знаем, способно побуждать каким-то действием, предупреждать о чем-то или блокировать то, что нужно для полноценной счастливой жизни. Они бывают разных категорий, положительные, отрицательные и перекрывающие. В нашем с вами случае заклятие со словом здравствуйте это положительное заклятие, которое хорошо воздействует и на того, кому относится, и на того, кто проговаривает. Это слово нашими предками еще употребляло значение, когда человек хотел поблагодарить вселенную за свое здоровье. Когда он здоровался, он в этот момент отправлял посыл «Я здоров», что приносило ему отменное здоровье, силы, и вселенная, слыша его благодарность, посылала ему еще больше крепкого здоровья. Начните больше внимания уделять этому слову и не проговаривать его с теми людьми, с которыми не желаете общаться или же с теми, кто относится по отношению к вам не искренне, не чистосердечно. Лучше замените данное приветствие на доброе утро, добрый день, добрый вечер или же на слово приветствую. Таким образом вы проявите к этому человеку этикет, но очень важно не поделитесь с ним здоровьем и не будете помогать ему получать хорошие энергии, которые он не заслужил, так как пропитан злом и живет не по правилам. Данное слово настолько сильно связано с энергетикой окружающей нас, что порой на подсознательном уровне даже способно на что-то указывать. Человек, который что-то задумал, не будет проговаривать это вслух. Так, например, вы пришли на работу, а кто-то из сотрудников с вами не поздоровался. Так и знайте, это указывает на то, что у этого человека полумыслы нечисты. Или же сосед с вами не поздоровался, употребляя слово здравствуйте. Значит, стоит задуматься, возможно, вы его чем-то обидели, неправильно поступили, поэтому здесь начните анализировать, взвешивать, обдумывать, что меняется и что подталкивает к этим действиям. Слово здравствуй способно придать нуждающемуся человеку сил, поэтому если вы кому-то хотите помочь в чем-то, проговорите это слово трижды по отношению к данному человеку и после этого подумайте о том, что бы вы хотели, чтобы он получил от жизни. С его усердием и вашей помощью у данного человека обязательно все получится. Старайтесь произносить слово здравствуйте только в хорошем настроении и искренне, тогда оно будет настраивать вас на нужный лад, притягивать потоки светлых энергий, делать вашу связь с тем, в отношении кого вы его проговорили. Более крепкой настроение в течение дня будет приподнятым, а излучаемые эмоции будут только радовать вас, новые события поспешат для того, чтобы их приумножить. А вот в плохом настроении его не стоит проговаривать, просто махнете человеку в знак приветствия или улыбнитесь, иначе это перекроет энергетические каналы и создаст ненужные проблемы, которые могут вас огорчить. Перед тем, как произнести что-то вслух, хорошо, пожалуйста, обдумайте, просчитайте последствия, которые могут последовать за сказанным. Если вас все устраивает, значит вы все делаете правильно. Если же у вас есть хоть малейшие сомнения, нужно обдумать, что делаете не так, и постараться заменить эти слова. Если желаете, чтобы в вашей жизни начался абсолютно новый жизненный этап, измените кардинально манеру вашего разговора. Начните употреблять новые слова, избавьтесь от тяжелых и ненужных слов. Да, для этого понадобится немало времени, так как не все так легко, как кажется с первого взгляда. Но если вы докажете, что достойны этого этапа и готовы учиться, развиваться, меняться, совершенствоваться, вселенная и высшие силы вам обязательно в этом помогут. Ничего не получается с легкостью, но тем, кто умеет ставить цели и идти к ним, это удается. Я уверена, и вам удастся. Главное желание и терпение, а также слова, которые вам в этом помогут. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна, будет важна, возможно, откроет новые яркие грани этой жизни, а также кому-то покажет, как нужно правильно поступать и вести себя. Поэтому не бойтесь делиться этими знаниями, которые достались нам от наших предков. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно ставьте лайк этому видео. И, девочки и мальчики, мы с вами уже услышимся в следующем видео в мыслимых и немыслимых вам блах.